сегодня я расскажу о деревянной скульптуре лирник автором работы стал александр грубо это известный советский скульптор и народный художник бсср он стал человеком который возрождал советское время традицию белорусской деревянной скульптуры и если говорить о технике работы александра грубо он часто создавала свои скульптуры из цельного дерева интересно что по образованию александр грубо был физиком и математиком искусство создания скульптуры он осваивал на практике учился у известного русского скульптора ивана шадра его работы хранятся не только в национальном художественном музее белоруссии но и в третьяковской галерее в москве одна из самых знаковых его работ это как раз лирник работа была создана в 20-е годы это период который известен как русское культурное возрождение когда как раз художники и скульпторы активно обращались к традиции и к истории беларуси лирниками называли таких странствующих музыкантов певцов которые бродили из деревни в деревню и пели и аккомпанировали себе при помощи лиры отсюда и название лирник лиры это старинные струнные щипковый инструмент который был распространен на территории беларуси украины россии молдовы и других стран на территории беларуси существовало около 10 лирницких школ интересно что принимали туда только слепых мальчиков в раннем возрасте для этого были свои основания это была такая закрытая общность и репертуар передавался только устным способом лирников даже был свой собственный язык который назывался либийским и вот так они обменивались друг с другом знаниями обучение в этих школах занимала достаточно длительный период два-три года и за это время дети успевали овладеть не только искусством игры на лире но еще и точными науками целью искусства лирников было не развлечение слушателя их тексты часто поднимали вопросы добра и зла христианской морали и несли такой поучающий нравственный характер поэтому часто лирники выступали возле храмов например слушая пение таких музыкантов люди часто проникались к ним жалостью сочувствием и одаривали их милостыней